У нас на канале новые подписчики. Всех приветствую. Меня зовут Джасулан, я юр-консультант компании Диктатура Закона. Из-за относительно небольших доходов я живу в некой отдаленности от офиса. Но путь этот помогает мне подумать и поразмышлять в дороге. Иногда я нахожу решение проблемы людей, с которыми я заключил договор. Сейчас я думаю о суде, который у нас сейчас организовывается онлайн. Не знаю, довольны ли казахстанцы принимаемыми судебными решениями по видеосвязи. На апелляции у нас в связи с карантином проходила по ватсапу. Если честно, это был цирк. Да, вопрос спорный. И будь моя воля, раз мы не можем отложить коронавирус, я бы предложил предоставить право сторонам, чтобы они могли отложить судебное разбирательство по своему желанию. Потому что у нас есть категория судебных споров, которые требуют, ну прям непосредственно участия. Господа, здрасте! Решили записать небольшой стори-теллинг и поведать вас в то, как проходят обычные рабочие дни обычного юриста из компании «Диктатура закона». И здесь вот вместе со мной находится всем известный Смогулов Кайрат Бурамбаевич, который сейчас готовится к судебному процессу, и он проходит у нас в онлайн-режиме. И вот хотел поинтересоваться, Кайрат, вот по твоему мнению, какие ты видишь плюсы и минусы онлайн-видеозаседаний? Что касается плюсов, ну можно сказать, что действительно удобно дистанционно принимать участие в судах, не выезжая на место, то есть находясь в офисе, либо в дороге по месту дислокации. Получается, не надо собираться. Удобно для тех процессов, которые находятся вдалеке, да, например, в другой области или в другом регионе? Ну да, и это зависит, наверное, от самого процесса, какое это гражданское дело, насколько оно серьезное, насколько необходимо принимать участие в доказывании тех или иных обстоятельств по гражданскому или уголовному делу. То есть есть не всегда плюсы, да, получается? Есть и минусы, конечно, как бы, вот мы уже, наверное, неоднократно слышим, и к нам обращаются очень многие люди, которые жалуются о том, что процессы проходят в достаточно таком, как бы, закрытом формате, то есть очень много недостатков вызвано тем, что ты не можешь обеспечить доказательственную базу. Где-то суд тебя просто может не услышать, ввиду того, что сеть, либо связь, ну, достаточно плохая. Ну и, как говорится, мы, наверное, уже не первый раз сталкивались с тем, что система, вот, как раз-таки, дистанционного участия, интернет-соединения у нас в Казахстане настолько неразвитой, что, наверное, государственные органы и государственные служащие в этом неоднократно сами и признавались. Верните суды в нормальный режим работы! Нет онлайн-суда! Нет онлайн-суда! То есть процесс проходит некачественно. Из-за некачественной связи, соответственно, это влияет на качество судебного процесса, правильно, да? А через какое приложение преимущественно проходят сейчас процессы? Ну, в большинстве случаев наши процессы проходят с использованием WhatsApp-приложений, WhatsApp-мессенджера. Тогда как у суда есть свои приложения разработанные, ну и, соответственно, затрачены, на них были затрачены бюджетные средства, и я не сомневаюсь, что достаточно немалое количество денег и средств было потрачено на то, чтобы оборудовать суды и подготовить к дистанционным судам, к участию на дистанции в судах. А вот сейчас вот ходят слухи о том, что процессы будут проводиться в таком же удаленном режиме, через онлайн-связь. И вот личные твои убеждения, ну как бы поддерживаешь ли ты эту идею или нет? Ну, лично, если с моей точки зрения, с учетом вот практики сложившейся, я, наверное, предпочел бы участие непосредственно в судах, когда ты видишь суд, когда суд видит тебя, когда ты можешь выступать. Значит, ну, даже при участии очень важно не только уметь говорить, но даже жесты и предоставление вот этих документов, когда ты прям предоставляешь их, показываешь на них, можешь сослаться на тот или иной пункт и передать это все в суд, гораздо, наверное, более правильно, да, наверное, и в то же время можно все-таки убедить судью. Потому что вот процесс сам по себе, он проходит в состязательном порядке. То есть, если ты не сможешь убедить суд, не сможешь предоставить соответствующие доказательства, суд тебя не услышит, ну и, соответственно, будет по другое решение. Ну, я, наверное, больше полагаю, что речь сейчас идет о документах, на которые суд основывает свое решение. Документы должны быть предоставлены в подлинниках, в оригиналах. А если мы проводим онлайн-связь, онлайн-заседание, то, по сути, мы не имеем возможности ознакомиться с оригиналами этих документов. Что и вызывает там огромное сомнение в решении или в правильном восприятии той или иной информации. Так как документы остаются у другой стороны. А что написано в этой копии, знает только один Бог. Ну, да, это, соответственно, тоже очень серьезные недостатки, с которыми все, наверное, сталкиваются. Ну, Рахмет Кайрат Бурабайч за такое вот интересное интервью. Знаете, друзья, вот сегодня мой рабочий день начался с звонка с Интерпола, который мне начал рассказывать историю, каково ему трудно на этой службе. Дело в том, что я обратился в Интерпол, в защиту своей подзащитной, для того, чтобы они приняли соответствующие меры. Они мне предоставили ответ, что им необходимо два месяца дополнительно для того, чтобы они организовали вот эту международную переписку. На данный момент прошло уже более шести месяцев, то есть больше полгода, нету никаких результатов. Соответственно, я записался на прием к руководству МВД. И сразу же, знаете, поступила такая ответная реакция. Со мной связывается инспектор какой-то и начинает оправдываться. Ну, я вообще такие действия не поддерживаю, честно говоря, потому что я считаю, что это выходит за их рамки, отведенных полномочий. Если поступила бумага, то мне кажется, что полицейские должны на нее реагировать и предоставлять соответствующий законный и аргументированный ответ. О принятых мерах, либо о мерах, которые они принять не могут. Сейчас, друзья, я хочу сейчас прям связаться с ним и поговорить, чтобы вы все тоже это слышали. Алло. Здрасте. Здравствуйте, слушаю. А, вы звонили, это Жасулан Рахимгалеев, вот, в интересах Мальтобаровой. По поводу приема к руководству МВД, вы мне звонили, рассказывали. Да, в общем, смотрите, по ее машине это однозначно двойник. Да, россияне нам присылали поддельные документы о том, что эта машина как бы была у нас, а от нас к ним было яководство и выведено. Мы документы переповесили и дали пояснение, что эта машина, которую они поставили, это двойник. А на самом деле, Орегина у нас находится. Одновременно мы сейчас с Японии запросили информацию по заводской комплектации и страны экспорта в качестве подтверждения. А вот мы документы, которые предоставили с официального дилера Лексус-центра, они что, не имеют политической силы? Мы направили, нам нужно, видите, третья сторона нейтральная, которая подтвердит, что завод официально направил в Казахстан эту машину. Ну, смотрите, я вот не вижу никакого смысла в обмене этой переписки, потому что нужно как-то решать эту проблему. Нет, извините, это как раз-таки у нас играет основную доказывающую роль, потому что сами россияне требуют, чтобы, например, завод-изготовитель дал информацию. А вот Интерпол Японии это основное. Но вы вот говорите доказывающую роль. Вот получается, вот наше обращение, оно в какой форме? В КУИ зарегистрировано? Нет, мы им говорим, чтобы они сняли с розысками. Мы напишем так и напишем, что их машина является двойником, и то, что ваша машина является оригиналом, это подтверждено ответом Японии Дэп Казахстан. А вот сколько ждать вот это все? С нашим ответом она должна пойти уже в суд. Понятно. Суд должен учесть нашу позицию. Мы третья сторона, они ничьи интересы не защищаем здесь. Мы констатируем факты. То есть на основании вашего заключения потом мы будем уже апеллировать. А теперь вот вы можете мне сказать, сколько вообще ждать? Ну у вас это сколько уже идет? С какого времени? Уже более шести месяцев. Осуществляется с вашей стороны якобы проверка. Я не буду ждать эту процедуру. Тем более это учитывая то, что это Тальний Восток, Хабаровский. Понятно. Вот для моего доверителя мне необходим письменный ответ. Мы ответ дадим. Но то, что сейчас вот это наработано, мы вам дадим сейчас развернутую информацию. Но касаемо это, как его, личный прием руководства НТВ, это вас сейчас никто не запустит. У нас карантин уже встречали. У кого сейчас не запускают. Ну вы тогда так и напишите, что из-за карантина мы вас принять вынужденно не можем. Ну и я вам, как исполнитель, который занимается летним транспортом, в день первый год я вам говорю, что закалываться, но ничего, если вы придете где-то за стенами, встретитесь, это все равно. Это не выход из положения. Он вам ничем не сможет. Ну понятно, но мы просто апеллируемся и основываем вообще все свои убеждения на законе об обращениях физических лиц. Видите, у нас руки, я же говорю, изначально нам руки связали вот этим межкредственным соглашением, которое по линии СНГ действует. Из-за вот этого соглашения мы никак не можем повлиять на... Ну в вашем же соглашении, я так полагаю. По территории Казахстана. Ну сроки-то есть же у всех, даже у жизни же есть срок. Мы же не можем как бы ждать с моря погоду. Да, есть, конечно, но у нас есть департамент информатизации связей, который является держателем этой базы, но они не администраторы этой базы, которые по Казахстану базы данных приморств. Они вот, когда им направляем письма, чтобы они прекратили русскую постановку. Они говорят... Нет, просто давайте проще, да? Вот вы направили запрос туда, в Хабаровск. Сколько вы ждете? Мы не в Хабаровск направили, мы направили в Интерпол, в головной Интерпол России. Хорошо, Интерпол, головной Интерпол России. Дальше в Хабаровске отделы Интерпола переправить. Хабаровский Интерпол, инициатору Росского вот это территориальное подразделение в полицию направили. Оттуда следователь должен принять решение. Знаете, такая цепочка. Да, а вы эту цепочку отслеживаете? Мы не можем их отслеживать. Ага. Потому что мы не лезем, вы с ней это... Понятно. А хотя бы ответ за промежуточным ответом обращаетесь? Если мы можем повлиять на россиян в том плане, что мы можем постоянно им направить уведомления, чтобы они ответили. Это другую государству, понимаете, это не другой регион Казахстана, а чтобы им доказать. Да. Я вот возвращаюсь к вашим словам. Вот смотрите, вы говорите, что вы несколько запросов направите, и если не будет ответа с Российской Федерацией, то вы уже дадите заключение, что те игнорят нас всех. Да. Понятно, что сложная работа проводится. Вы скажите, сколько ждать вот именно вот в нашем конкретном случае? Я не могу вам сроки говорить, поймите, все зависит от того, как та сторона нам информацию даст. Ну, ваше терпение тоже же измеряется во времени? Ну, месяц-два. Месяц-два. Примерно вот так. Да, аналогично ответ просто поступал с вашей стороны, что месяц-два мы подождем, потом дадим ответ. Прошло 7 месяцев. Все зависит от того, знаете, как они еще ответят. Кто как не международная полиция должна вмешаться в этот процесс? Ну, видите, у нас тоже, видите, свои правила есть тоже. Правила обработки данных. Вам уже давали до этого. Ну, вот тогда что? Вот сейчас вот на дворе июне, вы просите еще два месяца. Вот тогда вы ответ свой, когда раздернут, вы будете давать? Нет, не нужно два месяца. Это я примерно говорю. Здесь, знаете, у нас годами идут такие вопросы. Годами идут? Не думайте? Годами идут здесь. Получается, люди обращаются и год можно ждать ответа. Вот, два-три года бывает там. Я извиняюсь, я извиняюсь, как вас зовут? Арбат. Меня Жаслан зовут. Арбат, ну, в общем, как, давайте туда подытожим. Я вас понял полностью, прекрасно понял. Вот они говорят, я вам ответ предоставлю, но чек больше, потому что пока ответ в Японии не поступил, но нужно подтверждение Японии, что да, это машина была. Но вы в любом случае должны же будете ответить через портал электронного правительства заявление, что упало. в правильном сроке я в любом случае отвечу, потому что мне просрочка для меня это завтра сомневает. И все, в принципе, пока тогда будем ждать. Да, но к тому времени, даже если они что-то ответят, с учетом их ответа, я вам сообщу в любом случае. Ясно, Арбат, понятно, ждут от вас ответа. В целом ситуация вы меня на портал отправите и все на этом достаточно. А, вы же через портал подали? Да, да. А, ну через портал тогда я ответил. Ну все так. Хорошо. Хорошо. До свидания. Ага. Ну, в общем, такая вот ситуация непонятная идет. Получается, Интерпол не может конкретно решить вопрос с нашим соседом по стране, с Российской Федерацией по проблеме регистрации автомашины. То есть, выяснилось так, что Российская Федерация ищет машину ВИН-код, совпадает с машиной, которая находится на регистрации у нас здесь, в Казахстане. И теперь, чтобы разобраться, чья машина как бы является подлинником и оригиналом, нужна вот эта вот возня. Из информации сотрудника Арбата требуется как минимум год, а то и два, то и три. Представляете ситуацию, когда вы покупаете машину с официального дилера Лексус-центра, выгоняете машину в Салафане, пользуетесь ей, потом за минованию надобности по какой-то причине просто решили ее подарить или продать или что-то сделать. Ну, в общем, распорядиться, выяснится, что она находится в розыске. И кто ее ищет, ее ищет такая соседская страна. И чтобы разобраться в этом, нам приходится вот встревать в такие сложные дела, в сложные переговоры. И мне кажется, что на эту ситуацию должны обратить соответствующие уполномоченные органы, а также органы, которые бдят именно розыски от иностранных государств, а также людей, которые находятся у государственного аппарата, изданием законов, чтобы они какие-то создали вещи, инструменты для более быстрого решения вот таких непонятных задач. Так как мы считаем, что наше государство должно заботиться о наших с вами правах и защищать наши имущественные права. Мне кажется, это самое главное приоритетное направление, которое даже указывается в нашей доблестной конституции. Поэтому вот такой небольшой стори-тел, а сейчас у нас будет процесс. Короче, примерно вот так вот проходят наши судебные процессы. Мы связываемся через посредством мессенджера WhatsApp, здесь подключается секретарь судебного заседания следователь и прокурор. А, получилось так, что не все свидетель опять звонят. Да-да, здравствуйте! Здравствуйте! Да, здравствуйте! Опять отключился. сейчас прокурору попробуем еще раз подключить. Хорошо. Ну вот опять получается у нас проблема со связью, а прокурор не выходит на связь. Вот еще одна конференция создается. Вот только что отправили интересное сообщение. Послушайте. Жизун, здравствуйте! Так как вы не предоставили никаких объяснительных документов, не подошли в офис, мы будем ваш адрес от материал составлять, чтобы привлечение вас к административной административности, то есть на арест 15 суток. Ну вот странная ситуация, опять эти коллекторы опять начинают таким образом пугать наших мирных сограждан всякими арестами на 15 суток в связи с тем, что они не выполняют свои долговые обязательства. Но нету такой ответственности у нас. Это гражданско-правовая ответственность, гражданско-правовые отношения, которые разрешаются в гражданском суде. И нету здесь никаких оснований, чтобы прибегать к административному кодексу. Вот мы неоднократно в своих пабликах, в своих видеороликах об этом говорим и не устаем об этом говорить и предупреждать, что это все фейк. Карат Борамбайч, что ты вообще думаешь по этому поводу? Ну, я бы, наверное, обратился к коллекторам. Уважаемые коллекторы, уважаемые или неуважаемые, ну, разницы нет. Соблюдайте, пожалуйста, требования закона о коллекторской деятельности, потому что за каждое ваше нарушение в обязательном порядке наступит ответственность. Между тем, хотел бы напомнить этим же коллекторам, что именно у вас есть административное ответственность, за что вам может прилететь штраф в размере 300 тысяч тенге, если вы будете злоупотреблять вот такими вот сообщениями. Ну, а пока мы ждем подключения нашего прокурора. Здравствуйте! Хорошо слышно! Отлично слышно! Да, да, нормально. Здравствуйте! Дайте честное слово! Ну, друзья, из-за того, что этот судебный процесс у нас закрытый, мы не можем снимать его полностью и тем более придавать огласки. Поэтому, друзья, буду вынужден приостановить запись для того, чтобы соблюсти нормы Уголовно-процессуального кодекса, чего и ожидаю от следователя. Мы создали этот канал, чтобы делиться своим опытом, ну, а знаний хватит, чтобы заработать себе на жизнь. Сейчас, как появляется время, мы работаем над новым форматом и вскоре у нас изменится контент. Но это случится после того, как мы достигнем отметку 100 тысяч подписчиков. А пока я жду от тебя комментарий под видео. Пиши о том, что хочешь увидеть в старом формате. Напиши, какие вопросы для вас наиболее важны и мы обязательно это разберем. В целом, постановление ясно? Ясно, уважаемый суд? В принципе, согласно мы с ним. Считательное заключение, еще раз подтверждение. В этой части частичного утворения идет, копию направим в суд немедленно, трое суд для обжалования у сторон имеется. Все, спасибо, уважаемый суд. с протоколом судебного заседания и письменные замечания. Судебное заседание объявляется закрытым. Все, спасибо. До свидания. В принципе, он правильно сидел? Да. Четко разъяснил. Заметил, да? Ну все, ребята, вот так заканчивается наш рабочий день. Только что завершилось закрытое судебное заседание. В принципе, наша жалоба удовлетворена частично. Как бы это занятое второе место, как говорят у спортсменов, но ничего страшного, победа будет за нами. В любом случае, мы добьемся справедливости и добьемся, чтобы все органы, в том числе и органы уголовного преследования, неукоснительно соблюдали нормы УПК. Кроме того, друзья, во время карантина мы время даром не теряли, хотя это тоже спорно, но, помимо этого, у нас есть материал, который мы в скорейшем будущем с вами поделимся. Снова мы будем говорить о судебном прецеденте, который, безусловно, порадует наших казахстанцев. Поэтому, ребята, как всегда, подписывайтесь на канал, будьте с нами, не пропускайте наши выпуски. Скоро увидимся. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова